здравствуйте дорогие друзья я приветствую вас сейчас мы пойдем на совещание с вами посмотрим как там дела и кто приближенные кто не приближенные сейчас посмотрим так раз два три 4 вот руководство это руководство царь сияруси кто он там да теперь приближенный сын ковальчука например и дюмин дюмин будут ли они приближенные и объявится ли это ближайшее время сейчас посмотрим рабочий момент вот она руководство руководство в кремле тройной таро старших арканов 1 2 3 4 здравствуй царь вот он царь это приближенные сын ковальчука дюмин тульская область пригласили на работу теперь смотрите сейчас мы будем воссоединять на совещании как они друг друга идут навстречу значить навстречу дюмин вы ковальчук шел шел к руководству и пришел то есть через приглашение царя теперь дюмин шел шел и пришел и вот они встретились в кабинете у начальства вот вот так сделаем посмотрим рабочий момент как у них там дела здравствуй царь как дела это ковальчук сын это дюмин тульская область бывший губернатор теперь смотрите как они заходят в кабинет значит так приглашение было ли если и вот оно приглашение теперь дюмин шел в кабинет подходил на совещание вот он пришел в кабинет и будут ли они там сидеть вообще сейчас посмотрим вот эти четыре карты и вот эти очень все хорошо должны рассказать конкретно что же будет что же будет значит так здравствуй царь вот он царь отшельник старый дед жертва туз жезлов смотрите у него есть руководство да у него из же зал но при неустойчивые позиции смотрите лед и вода лед и вода данный персонаж вращается он должен что-то исполнить ну получается вращение вокруг своей оси и он видите прикован к своим обстоятельствам но при этом у него есть власть жезл есть власть так теперь сын ковальчук башня 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 переживания и маг вот смотрите вообще он очень такой видимо впечатлительный парень но я так его эмоциональный он чего-то боится хотя он молодой перспективный грамотный человек но очень такой зажатой и у него может какие-то комплексы есть в общем он что-то боится а то что башня досмотрите возможно это перевод на другую должность он был кем-то это понижение и если же завода получается то приглашение через как бы снятие какой-то должности ну был там какой-то он теперь это у нас дюмин это дюмин бывший губернатор тульской области мира терпеливые сдержанные истинный ареец красавчик знает свое дело 21 аркан и смотрите он как бы слово комплектующие хотела сказать да он собрал себе себе все что у него есть и он готов идти на подвиге это подвиг совершать подвиг при союзе этих трех карт он готов идти на подвиг теперь как они встречаются в кабинете начали смотреть значит так ковальчук шел очень осторожно подходя кабинету вместе со своими друзьями видите шестерка жезла со своей командой можно так сказать ковальчук младший подходя на кабинету теперь видите тут торможение все-таки у него есть какие-то комплексы есть напор где он все ты надеется что он будет как бы по мази масти ему идет маза идет и он уверенный в себе старается думать что он будет на коне и подходя кабинету принятое решение его расстроит значит он не будет там где ему обещали стихия воздух воздух и воздух это получается все это но обещать не значит жениться можно так сказать принятое решение невозможно хотя вот пообещали вот все будет чики-пуки но так вот теперь вот он дюмин видимо смотрите если его куда-то перенаправляют то его оставляют там где он должен быть около двери получается он не в кабинете а где-то рядышком рядышком но обещанная обещанная должность видимо какая-то пересматривается и он остается первое место второе в общем третьих рядах можно так сказать это первое место второе и третье а если дюмин окажется на втором месте значит ковальчук младше будет на третьем месте теперь идем мы к дюмину это еще тот жук смотрите вышел дьявол это в тихом омуте черти водятся он непредсказуемой понимая что это есть его фарт но этот фарт смотрите это поймать бога за бороду да вот можно так сказать с хлихвой да вот так схватить и он боится что это может все не случится как бы подходя двери вдруг у меня не получится подумал он обманули обманули меня видите тут как бы дьявол вышел но он непредсказуемый так теперь подходя к кабинету луна старший аркан и попыса вот теперь смотрите получив какую-то все-таки обманчивую должность дьявол и 18 аркан где он весь измотался тут бессонница можно сказать и он очень терпеливо это раздраженно рассматривает свою дверь он получит свою какую-то благодарную должность смотрите тут получается два отшельника здесь можно сказать что он возле первой двери но эта дверь как бы тайная видимо он его тайный друг или как бы они вместе могут по шушу ну пообщаться шушукаться хотел сказать тайные переговоры просто отшельник видите тут получается у нее он ему платит отдельно тут личный кошелек может быть но сын ковальчука получается идет уже на вторых ролях это третья роль но этот уже почти что на первых ролях вот так вот тем более смотрите лед лед и вода их объединяет то что есть общие общий интерес это жидкость да и деньги это деньги какие-то что-то они там крутят и вертят но еще вот такие карты вышли значит дюмин идет его как бы самым-самым крутым парнем ну вот сын ковальчука плачет сердце кровью обливается вот так вот так теперь тотемное животное которое охраняет корону российской империи корона российской империи вот эта корона теперь ковальчук что же он так переживает кто его охраняет и вот этот дюмин дюмин выходи дюмин расскажи так вот она корона российской империи лань на смотрите тут что-то изысканное добрая и знаете тут наряды читается вообще как наряд наряд нарядиться красиво внешний вид ну чтобы пудра была чтобы реснички были получается это ну копытная да я понимаю но это как бы добрая потом это может быть женщина все-таки стихия земля значит корону охраняет как это животное лань и все-таки какая-то женщина все-таки должна быть а вот это все промежуточная теперь ковальчук сын кто его охраняет бабочка смотрите вот бабочка получается очень аккуратно боится он чего-то и получается он может обжиться обжечься бабочка это однодневка ну как бы может что-то и будет хорошее но это короткое это короткое лето 2024 года называется так теперь дюмин павлин ну это хвост раскроет королевская птица придворная будет приглашена и он будет при дворе павлин мавлин будет еще вот такие карты вышли спасибо что посмотрели до конца интересные карты вышли так теперь смотрите сейчас я соберу вот эти карты цыганский оракул что они скажут про представителя вот этого отшельника кто там а тук 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 можно к вам на совещание так мы идем значит ковальчуку с младшему а это дюмин дюмин выходи дюмин расскажи теперь смотрите вышли два как бы приближенных смотрите если это приближенный как они друг другу относятся но за одну сразу посмотрим доверие и если у них доверие друг другу вот он этот отшельник встреча но смотрите как к нему зайти просто так нельзя видите вот так встреча открытая а так получается зайти нельзя постучаться тоже нельзя в общем не достучаться можно так сказать это за заходите нас дома нету называется так теперь ковальчук комната вот ведь от него комната отвернулась все-таки у него какой-то облом есть у этого гражданина так теперь мы смотрим на дюмина гадать бабка ему нагадала видимо у него на пророчили ну как бы свое слово да ему на пророчили что он будет приближенной приближенная птица в в дворце его пригласили ему нагадали ему предугадали но можно так сказать так теперь дружба все этот плачет все плачет ковальчук сердце кровью обливается как же так почему не я а этот песню спела в общем он ему не доверяет получается у них несовместимость увидите у него ноги вот сюда идут если вот так как бы можно еще что-то подпеть получается ноги наверх у него идут еще вот такие карты вышли вот теперь на удачу как был мы посмотрим какие карты выйдут отшельнику госпожа удача для кого ты доброе для кого иначе для ковальчук а младшего и для дюмина который будет шикарной птицей это павлин мавлин это его удача для кого ты доброе для кого иначе так кто там за той дверью на совещание вот ковальчук младший а это дюмин смотрим раз два три четыре госпожа удача в этом городе император есть смотрите нам за ногу тут вот я говорю он как бы все время вот такой выходит видите это император да но это жертва император в этом городе император жертва теперь смотрите видите обратите внимание обязательно видите да как стоит император подвешенном состоянии да вот повешенный крест на крест и тут получается на императоре в этом городе есть крест а если император вышел передовернута значит он жертва где император заходите нас дома нет называется а кто в холодильнике кто его знает там как бы свое кино и домино теперь ковальчук что же там какая удача идет к вам королева жезлов ну вот смотрите у него есть женщина может жиночка есть и это жиночка как бы удачей она его будет продвигать значит она умная и она ему надо держаться этой королевой может она его будет продвигать она лидер в общем пусть держатся женщины тоже хорошо теперь вот он дюмин жрица и сила и сила вообще смотрите он очень умный человек мало того он терпеливый и он еще знаете вот 15 аркана луна колдовство до бабка гадания папы сам папы со ну можно сказать он еще может быть обращается каким-то темным силам гадают короче он суеверный можно так сказать и ему то что на пророчили может в юности там бабушка прабабушку муж соседка клавдия васильевна какая-нибудь до клава тетя клава сказала дюмин буш москве кремле а он не поверил вот теперь он ударился в эзотерику и вот он может всем этим как бы ситуацию изменить в россии потому что он видите да он миру знает но есть он дорвется до власти папы со мудрость может сломаться сломаться он бы откроет свое лицо он откроет свое лицо неважно что он там где-то слезу проронил значит так надо ну бывает что как бы нужно было слезу пустить чтобы это заметили там а кто-то кто в этом городе да кто там он до ночи получается он готов на разные поступки и если он терпеливый значит от него можно ожидать все что угодно тут характеристика и видите сынок подойди я тебе дам должность видите принимает он принимает и обнимает вот два отшельника еще вот такие карты вышли потом пойдем на другое совещание совещание между мыслями эмоциями поступками руководство в этом городе и дюмина которого можно ожидать все что угодно он непредсказуемый может знаете еще он и сделан как прикидываясь овечкой если по если смотреть это как бы лживость как бы слой в доску он может нанести удар и как бы пойти уже другим путем это тоже может быть в общем все интереснее интересней становится на совещаниях и и его статус быть павлином он должен представлять какие-то интересы руководства значит это его удовлетворяет и он авантюрист он авантюрист все-таки ну что-то тут нечисто в общем вот так вот спасибо что посмотрели до конца удачи всем и всех благ